Главный скандал дня вокруг бывшего генконсула Грузии, а ныне руководителя благотворительного фонда на благо Одессы и близкого соратника Саакашвили. Теймуразу Нишняй Нидзе объявили подозрение о хищении в особо крупных размерах. Вручали подозрение ночью на трассе, а сегодня уже допросили в ГПУ. Все подробности громкого дела выясняли наши корреспонденты. 12 часов ночи трасса Киев-Одесса. До столицы всего 80 километров. Но внезапно авто Теймураза Нишняй Нидзе блокирует сотрудники СБУ и ГПУ. Дипломат тут же начинает онлайн-трансляцию на своей странице в Фейсбуке. Причина остановки – подозрение грузинского дипломата в коррупции. Его обвиняют в злоупотреблениях еще в бытность генконсула Одессы в 2011-2013 годах. Но брать протокол в руки Ниншинай Нидзе отказывается. Дескать, украинский язык знает не слишком хорошо. А значит, ничего подписывать не собирается. Правда, на допрос в прокуратуру все же пообещал прийти. Я не собираюсь, что я не собираюсь. 10 марта 2017 года в 10 часов утра. Да. Вам что, не спите 10 часов? Да, перенеси трафик принижай, я здесь утром не встану. Позже на сайте ГПУ прояснили суд дела. Уголовное производство против Теймураза Ниншинай Нидзе открыли еще 26 мая прошлого года. По мнению следствия, дипломат, пользуясь своим служебным положением, присваивал государственные деньги. Перед допросом в прокуратуре Ниншинай Нидзе изложил свое видение ситуации. По его мнению, у финансового скандала политическая подоплека. С лета прошлого года идет политическое преследование. Так как человек, который ослепился с командой Михаила Саакашури. Но, как утверждает ГПУ, политика здесь не при чем. С июня 2012 по ноябрь 2013 Теймураз Ниншинай Нидзе подал в налоговые документы на возмещение средств НДС за якобы покупку дорогих брендов. Луи Виттон, Гуччи, Хелен Марлен и так далее. Сумма получилась немаленькая. 100 миллионов гривен. Это значит, что Украина, согласно декларации экс-дипломата, должна возместить ему 17 миллионов гривен. Допрашивали бывшего консула более пяти часов. И суд по избранию ему меры пресечения пришлось перенести. Тимураз Ниншинай Нидзе потребовал переводчика и время на изучение материалов дела. Олег Решетняк, Сергей Ероменко. Подробности. Телеканал Интер.